Всем здравствуйте! Меня зовут Ольга. Вы на канале Мои Милые Петли. Сегодня у нас с вами попетельный мастер-класс. Я предлагаю вам вместе со мной связать вот такую вот классическую мужскую шапку. Эту шапку я вязала для своего сына на объем головы 51-52 см. Поэтому, если вы хотите связать тоже для своего ребенка, сына, внука, племянника, на этот же возраст, примерно 3-4 года, при условии, что у вас пряжа будет похожего метража, как и у меня, вы можете полностью пользоваться моими расчетами и приступать к вязанию. Но это шапка классической модели, поэтому такую можно связать и для подростка, и для взрослого мужчины. Но нужно будет самостоятельно сделать расчеты. Исходя из вашей индивидуальной плотности вязания. Я эту шапку вязала из пряжи Мидара. Это 100% Кашемир. Мне эту пряжу предоставил магазин Мир Вышивки. Ссылочку на магазин я оставлю внизу в инфобоксе под этим видео. Вы сможете посмотреть на эту пряжу в этом магазине и подобрать что-нибудь для себя. Здесь 75 метров в 25 граммах. И для вязания этой шапки я использовала два номера спиц. Спицы 2,5 при вязании от ворота и 3 мм для вязания основного полотна. Поэтому если вы будете вязать из этой пряжи или похожей пряжи с похожим метражом, вы можете также пользоваться таким номером спиц. Еще понадобится 4 маркера, иголка, крючок и дополнительная нить. Теперь по поводу узора. Шапка эта связана резинкой 3х1. То есть раппорт узора состоит из 4 петель. Я на свою шапку набирала 96 петель. Как раз 96 хорошо делится на 4. И есть один нюанс, я сразу хочу его оговорить, чтобы у вас потом впоследствии не возникало проблем. Если вы будете вязать такую же шапку, но на больший размер, примерно на 56-58 см в объеме, или даже на 60 см, нужно не просто учитывать, чтобы петли делились на 4, а брать во внимание еще такой момент. Для формирования макушки мы петли, все петли на спицах делим на 4 клина. То есть 4 сектора. И в каждом из этих секторов должно быть кратное количество рапортов. Допустим, 96 поделить на 4 будет 24. У меня в одном секторе изначально было 24 петли. Соответственно, каждый сектор у меня заканчивался изнаночной петлей, которая потом выступает вот такой вот дорожкой, которая отделяет сектор от сектора. Если вы хотите, чтобы у вас точно так же клинии разделялись изнаночной полосой, вы должны набирать такое количество петель, которое при делении на 4 будет в секторе иметь кратное количество рапортов. Давайте на примере. 96 на 4 будет 24, все подходит. Набираем, например, 100 петель. 100 петель также делится на 4, но тогда в каждом секторе получается 25 петель. И, соответственно, будет заканчиваться каждый сектор лицевой петлей следующего рапорта. Это собьет узор. Поэтому нужно подогнать количество петель так, чтобы у вас при формировании макушки все сошлось. Надеюсь, вам этот момент понятен. Если нет, задавайте вопросы в комментариях, я вам отвечу. И сразу скажу, что по расходу. На эту шапку мне понадобилось почти полных 2 мотка. Здесь вот такой вот двойной отворот. В мастер-классе я показываю, как это вяжется. Все попетельно, подробно. Поэтому даже если вы новичок, не переживайте, вы обязательно свяжете такую шапку, у вас все получится. Также такую модель вы можете связать просто лицевой гладью, либо же резинкой 2х2, либо 1х1, как вам больше нравится. И тогда вот момент с разделением на клиния, чтобы в каждом секторе было кратное количество рапортов, вы можете упустить, если вы будете вязать лицевую гладью. У вас тогда все будет хорошо сходиться, и не нужно будет заморачиваться с макушкой. Если вы совсем новичок, и пока что вам это может показаться сложным, опускайте этот момент, вяжите лицевую гладью, тоже получится очень хорошая шапка. Либо вот, допустим, резиночку вы можете связать вот здесь вот резинкой 2х2 отворот, дальше перейти на лицевую гладь. То есть варьируйте по своему вкусу, как вам больше нравится. Радуйте себя, радуйте своих мужчин таким замечательным изделием. А сейчас давайте приступим к вязанию. Итак, приступаем к вязанию. Для того, чтобы сделать открытый наборный край, нам нужно взять дополнительную нить контрастного цвета, гладкой фактуры, чтобы удобно было ее впоследствии распускать, и петель не цеплялись. У меня это хлопковая ниточка, она примерно такой же толщины, как и основная пряжа. И крючком, у меня крючок 2,5, набираем воздушные петельки. Нам на шапочку нужно 96, но мы наберем немножко больше, для того, чтобы был зазор, примерно 100-102 петли. И набирать нужно свободно, чтобы петли не были затянутыми. И вот здесь, когда мы по изнанке будем поднимать петли спицей, чтобы это было удобно. Я уже набрала 20, но набираем еще. Вот так вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, уже 30. Вы видите, что я набираю довольно свободно. Так, набираем самостоятельно и продолжаем вязание. Итак, у меня набрано 100 петелек. Теперь мы берем косичку, вот эту вот, и переворачиваем на изнаночную сторону. Вот у нас лицевая. Здесь плохо видно на белом. Мы переворачиваем на изнанку. По изнанке мы будем набирать, поднимать петельки с помощью спицы. Можно использовать крючок. Я буду использовать спицу. Кому как удобно. Берем основную пряжу. Оставляем на такой небольшой хвостик. И начинаем поднимать петли. Спицы 2,5 мм, которыми мы будем вязать в подворот. Вот, вот так, таким вот образом, аккуратненько поднимаем все петельки. Одна, 2,5 мм, 3,5 мм, 4,5 мм. Это немножко неудобно, медленно, но лучше помучиться немножко для того, чтобы результат нас порадовал. Можно взять крючок без ручки, который полностью металлический, тоненький, набирать на крючок, потом переснимать на спицу. Кому как удобно. Итак, набираем ровно 96 петель. Итак, вот я набрала ровно 96 петелек. И сейчас нужно выровнять этот край, для того, чтобы он не был перекрученный, иначе придется потом все распускать. Так, аккуратненько выравниваем. И приступаем к вязанию основного узора. У нас это резиночка 3х1, 3 лицевые, 1 изнаночная. Сразу же с первой петли начинаем выполнять узор. 1, 2, 3, 1 изнаночная. 1, 2, 3, изнаночная. Так мы вяжем до конца первого ряда, и после этого вешаем маркер. Можно было сразу, конечно, его повесить, но я его повешу с третьего раза. Со второго ряда. Вяжем до конца. Так, пока я вязала первый ряд, у меня поменялась картинка. Пришли муж с сыном, принесли цветы. Значит, сейчас у нас начало второго ряда и вешаем маркер, который у нас будет обозначать начало. Вяжем далее по узору, а на ту высоту, на какую нам нужно. У вас это может быть своя высота, в зависимости от того, какой вы хотите, чтобы был этот подворот. Допустим, если вы хотите, чтобы подворот был 5 см, значит, вы должны связать 10 см, так как полотно у нас будет складываться вдвое. Я буду смотреть по ходу вязания, примерю на сына, возможно, посмотрю, что ему больше к лицу. Также буду смотреть по расходу пряжи, насколько мне будет хватать первого мотка. Ну, скорее всего, я буду делать не слишком высокий и не слишком маленький отворот, такой средний, около 6-7 см. Значит, сейчас мы с вами вяжем самостоятельно по узору и встречаемся тогда, когда будем распускать наборный край и соединять два полотна вместе. Итак, я провязала резинкой 3х1, отворот на нужную мне высоту, это 44 ряда, в сантиметрах это ровно 10 см, то есть в сложенном виде отворот равен 5 см, этого вполне достаточно для ребенка, чтобы закрыть лоб и уши. Вы смотрите сами, какой вам нужен высоты отворот. И сейчас последний ряд, 45-й, я буду провязывать спицами 3 мм, на полномера больше. Далее, все вязание у меня будет идти именно на этих спицах, и я это делаю для того, еще чтобы освободить спицы более тонкие, для того, чтобы было комфортно поднимать петли из открытого наборного края. Чем тоньше спицы, тем это более удобно. Если у вас есть спицы 2 мм, можете воспользоваться ими. Сейчас я за кадром провяжу этот ряд, чтобы не стучать спицами. Вы также его провяжете, и уже начнем формировать отворот. Теперь мы будем распускать вот эту дополнительную бросовую нить, и поднимать петли, которые у нас остаются открытыми. Нужно найти там, где мы закончили вязать цепочку из воздушных петель. Именно этот край, не там, где мы начинали, а там, где закончили. Он и будет распускаться. Так. Это не он. Значит, получается вот этот край. И вот так вот освобождаем петельки. Если вы новичок, просто поднимайте по одной петле. Да, освободили петельку, набросили ее на спицу. Я точно так же это буду делать, хоть я не новичок, но мне так более спокойно. И вот так вот постепенно, аккуратненько, поднимаем все петельки. Это делать не сложно, просто немножко долго. Вот можете распустить 5 петель, допустим, и поднять их сразу, чтобы ускорить процесс. Но мне как-то более спокойно и надежно, когда я поднимаю их вот так вот по одной петле. Сейчас давайте сделаем это самостоятельно. Я пересняла петли на спице. И сейчас важно убедиться, что вы набрали ровно то количество петель, какое вы набирали изначально на бросовую нить. То есть у меня это 96. Я их пересчитала, у меня все совпадает. Так, теперь что делаем? Берем вот так вот, складываем полотно пополам. Там, где был наборный край, мы как бы внутрь вкладываем вот эти спицы. Это сделать не так просто, но возможно. Для того, чтобы у нас получился такой полый отворот, полое полотно. Теперь вот этот хвостик, который у нас от наборного края, мы его вкладываем между слоями. Нам он больше не понадобится. И будем вязать основной нитью. Вязать мы будем вот этими спицами, которыми вяжем основное полотно. Это спицы номер 3. Спицу правую от наборного края мы вводим, ну я так делаю, да, вот сюда, чтобы она не мешала. И в работе у нас получается 3 спицы. Одна правая спица рабочая и две спицы с левой стороны. Теперь мы будем вязать по узору. Будем объединять следующим рядом эти два полотна по узору. То есть мы захватываем петельку с одной спицы, которая ближе к нам, потом петельку с другой. Вот. И провязываем лицевой. Снимаем. Далее повторяем. Три лицевых. Теперь у нас идет изнаночная петля. Как ее правильно провязать? Петлю со спицы, которая ближе к нам, мы переносим на правую спицу. Эту петельку переодеваем на спицу, которая ближе. Потом возвращаем петлю и вместе их провязываем изнаночной. Сейчас мы еще раз это повторим. Значит, лицевые. Лицевые провязывать легко. Раз, два, три. Теперь как изнаночную. Вот эту вот перебрасываем на правую спицу. Переносим сюда. Возвращаем. И провязываем изнаночной. Давайте еще раз вам покажу. Три лицевых. Эту переносим к нам правой дужкой ближе, чтобы петля правильно лежала. Далее перебрасываем сюда, возвращаем и провязываем вместе. Давайте еще раз для новичков, чтобы у вас никаких затруднений не возникало. Три лицевых. Еще раз. Она у нас стоит неправильно, к нам левой дужкой. Нам нужно правой к себе повернуть. Так, пересняли. Вот эту правильно тоже повернули. Получается у нас две петли изнаночные на одной спице. И провязываем их. Все, ничего сложного нет. Провязываем до конца. Вот мне остается провязать еще две петли. Лицевая и последняя изнаночная. Все у меня совпало. Вот эти спицы у нас освободились. Их мы откладываем, больше они нам не понадобятся. Теперь ставим маркер обратно и продолжаем вязание точно так же по узору на нужную нам высоту. Давайте провяжем самостоятельно. И встретимся с вами уже тогда, когда мы будем разделять шапочку на клинья и формировать макушку. Я провязала основную часть шапки. У меня это составило 34 ряда. И сейчас померяем, сколько это в сантиметрах. Это 9 сантиметров. Мне этого достаточно, для того, чтобы шапочка хорошо, достаточно глубоко сидела по голове. А сейчас пришло время формирования макушки. Макушка у нас классическая, поэтому мы должны вязание разделить на 4 части. 96 поделить на 4, это 24 петли у нас будет в каждом секторе. Мы, конечно же, должны поставить маркеры. Я продолжаю вязать этими же спицами. Впоследствии я перейду на чулочные, когда петель станет меньше. Я беру один маркер, который будет обозначать начало ряда. Он у меня будет отличаться от остальных. И провязываем под 24 петли. Все 4 маркера я уже расставила. И сейчас буду выполнять убавки. Значит, смотрите, вот у нас первый маркер, который обозначает начало ряда. И делать убавки я планирую вокруг вот этой вот изнаночной петли. То есть, каждый сектор у нас заканчивается изнаночной петлей. И вокруг нее я буду выполнять справа и слева убавки для того, чтобы шапочка, вот эти вот сектора у нас разделялись вот такими изнаночными полосками. Можно, конечно же, расставить больше маркеров, 8 штук, чтобы вокруг этой петли. Но я и так ориентируюсь, мне это не нужно. А вы смотрите, как вам удобно. Значит, смотрите, немножко возвращаемся назад. Три петли оставляем недовязанными. И мы должны две последние лицевые петли перед изнаночной провязать вместе с наклоном влево. Для этого мы разворачиваем петли так, чтобы они к нам стояли левой дужкой. И провязываем вместе. Далее идет изнаночная. Перебрасываем маркер. И следующие две лицевые петли провязываем с наклоном вправо. Их уже переворачивать не нужно, они стоят в правильном положении. И так вяжем до конца. Давайте еще на одном секторе покажу вам. вот у нас три петли остается. Вот эти две лицевые разворачиваем и провязываем с наклоном влево. Далее изнаночная. Перебрасываем маркер. И следующие две лицевые провязываем с наклоном вправо. И так вяжем до конца ряда. Вот я провязала первый ряд убавок и дошла до маркера центрального. Фактически ряд у нас будет начинаться перед последней петлей последнего сектора. То есть можно маркер поставить сюда, конечно, но мне и так нормально. Значит, смотрите, следующий ряд мы вяжем полностью по узору, не выполняя никаких убавок. Убавки мы будем делать через ряд. Просто провязываем петли вот как они у нас есть. Там, где у нас была убавка, провязываем просто лицевой. И так далее. Встречаемся с вами в начале третьего ряда. Сейчас у нас начинается третий ряд и мы должны точно так же провязать две лицевые вместе. Мы разворачиваем, как и в прошлый раз и выполняем все то же самое. Та же самая схема. Провязываем две вместе с наклоном влево, одна изнаночная и две вместе с наклоном вправо. И так далее до конца ряда. И следующий ряд, четвертый, мы вяжем без убавок. Встречаемся в начале пятого ряда. Так, пятый ряд. Смотрите, здесь у нас уже идет изнаночная и лицевая. их мы должны убавить, провязать вместе. Мы изнаночную разворачиваем правой дужкой к нам и провязываем обе петли изнаночной. Далее еще одна изнаночная и вот эти точно так же мы должны провязать изнаночной. Лицевая у нас стоит как нужно. Изнаночную поворачиваем и провязываем вместе. Еще раз покажу. вот у нас остается две петельки. Мы изнаночную поворачиваем правой дужкой к нам. Лицевую не трогаем, она стоит как надо. И провязываем вместе. Далее изнаночная и вот эти опять мы должны провязать вместе. Лицевую пока переснимаем на правую спицу, поворачиваем изнаночную, возвращаем лицевую и провязываем вместе изнаночной. И так до конца ряда. Следующий ряд опять будет без убавок, а далее у нас повторяется вся та же схема. Мы опять убавляем сначала 2 лицевые, потом еще раз 2 лицевые, а потом лицевую и изнаночную провязываем изнаночной. И так пока у нас не закроется вся макушка. Будем вязать это самостоятельно и встречаемся с вами тогда, когда уже макушка у нас будет полностью вывязана и на спицах останется минимальное количество петель, там около 10. Будем стягивать и закрывать макушечку. Я довязала шапочку до конца. У меня на каждой спице осталось по 4 петли, то есть общее количество петель равно 16. Этого мне достаточно для того, чтобы закрыть макушку. Сейчас отрезаю ниточку, беру иглу и буду стягивать петельки. можно это крючком делать, мне удобнее делать иголкой. Аккуратненько переснимаю все петельки. и стягиваю. Такое закрытие получается. я прохожусь иголкой по петлям для того, чтобы закрытие было более крепким. Буквально один раз, один круг делаю. и ввожу иголку в центр вот этого кружочка. Вывожу ее на изнаночную сторону. Здесь я ее закрепляю. и точно так же прохожусь еще разочек по петлям по этому кругу. Таким образом я максимально хорошо зафиксирую ниточку. еще раз ее закрепляю. И прячу в косичку. Здесь у меня есть лицевая дорожка. Вот в нее я ввожу эту нитку. Обычно я делаю это довольно тщательно для того чтобы нитка впоследствии не вылазила. Так все шапочка наша готова. Снимаю маркер. Я последние ряды вязала на челочных спицах поэтому этот маркер у меня висел для обозначения начала ряда. Все шапочка готова. Мне осталось спрятать еще вот эти нитки от соединения мотков и провести влажно-тепловую обработку. Если вам понравился мастер-класс поставьте пожалуйста лайк. Подпишитесь на канал. Спасибо вам большое за внимание. До новых